Один шлагбаум стал причиной соседских разборок из-за конструкции на улице Монтажников. Разругались жители сразу трех домов. Одни радуются, что оградились от большого потока машин. Другие боятся, в случае что до их подъездов не доедут спецслужбы. В непростой коммунальной истории разобралась Евгения Бакина. Шлагбаум на Монтажников 20 стал источником всех ссор. Как только конструкцию установили, между собой поругались сразу три дома. В 70-е годы три дома, 20-е, 22-е и 18-е построили вместе. Тогда инженеры не задумывались, что кому-то захочется оградиться. И это произошло. Председатель с Монтажников 20 установила шлагбаум. Правда, разрешение от соседних домов не получила, а лишь поставила перед фактом, проезд с Монтажников закроют. А если, не дай бог, пожар, что тогда? Нам предложили два альтернативных заезда. Они повесили здесь схему, кем утвержденную, неизвестно. С улицы Мира, это мы едем через несколько дворов. Зимой, когда нету снегопада, ладно, еще с грехом пополам можно подняться. Но когда наступит весна, будет лед, снеговая каша, там не подняться. Даже на полном приводе там будет не подняться. В этом мы и убедились. Даже во время съемки машина с улицы Мира с трудом поднялась вверх. Тронется, не тронется, в зависимости от резины и от всего. То есть машина вводит. Начнется весна, нам в ту горку не подняться никому. Ни разу, ни одной весной мы оттуда не заезжаем. Мы не сможем просто физически. А здесь проезд запрещен. Предложили людям еще один вариант – ездить по тротуару, где каждое утро большой поток людей. Если не хотите ездить по тротуару или не можете подняться в горку, покупайте ключи. Такую возможность дали только одному дому. Но цены кусача. Представляете, один брелок продают за 3000 рублей. Квитанции не дают. Поэтому люди считают, данную куплю-продажу – мошенничество. А из-за шлагбаума боятся остаться без скорой и пожарной. У меня мерцательная ритмия от подъезда. Мне до сюда не дойти. Я там еле по лестнице спускаюсь, что кто-то впереди идет, кто-то сзади, что туда-сюда не упало. А до сюда я уже в этом состоянии не дойду. Глава дома нарушает полностью права жителей соединенных домов. Здесь по логике должны учитываться мнения и дома 20-го и 18-го. Потому что мы все пользуемся этим проездом. Поэтому жители из 22-го и 18-го домов объединились. Они уже направили заявление в надзорные органы и получили первые ответы. Узнали, что в 20-м доме за установку шлагбаума проголосовало всего 30% собственников. Во-вторых, на участок, где стоит конструкция, наложен сервитут. И есть мнение юристов. На сегодняшний момент собственники дома монтажника 22 приняли решение об обращении в суд. То есть мы считаем, что это разумное решение. Нерешаемых ситуаций не бывает. И та ситуация, которую описываете вы, она с точки зрения закона может быть решена достаточно легко. Если действительно граждане, которые проживают в двух соседних домах, не могут пользоваться своей территорией без ограниченного пользования, кусочком территории, на которой стоит третий дом, безусловно, устанавливать шлагбаум без учета их интересов – это незаконно и невозможно. А еще с 1 января вступили в силу новое правило. Если шлагбаум мешает проезду спецтехники, то есть он не оборудован специальной кнопкой, нет телефонов, нет консьержа, то его вправе снести. На шлагбауме указан номер. Сейчас попытаемся по нему позвонить. Аппарат вызываемого абонента занят. То есть с этого телефона просто скидывают трубку. Евгения Бакина, Владислав Можейко, Бюро новостей Давича.